ФОРМУЛА СМЫСЛА 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 корни, никто не голосовал на праймерис. Ну, вот, поэтому это будет для них, естественно, вот вариант такой, самый экстренный, если дедушка будет уже при смерти, условно говоря. Ну, а допустим, а вот, Малек, скажите мне, пожалуйста, вот вы все-таки американист, я не так глубоко все знаю. Ну, а допустим, дедушка отправился в мир иной, вот, в конце июля, предположим. Вот. А как тогда быть? Ну, смотрите, если это, например, произойдет завтра, да, то есть, хотя бы какое-то время есть, вот, я вполне допускаю, что, например, некоторые штаты могут даже переголосовать, то есть, там, переголосование будет на праймерис. Если это будет конец июля-начало августа, то есть, времени уже не останется, ну, а тогда, ну, все делегаты, которые должны голосовать за Байдена, да, они освобождаются от своей обязанности и, в принципе, могут голосовать за кого угодно, то есть, там у них ограничений не будет, вот, и в рамках каких-то там внутриэлитовых элитовых договорников, они, внутриклановых даже договорников, вот, они найдут какую-нибудь компромиссную фигуру, там, то уже Ньюсома, или, может, даже Мишель Обаму, хотя она, в общем, не особо стремится, конечно, в политику, но тем не менее, ну, вот, и, там, вполне могут за нее проголосовать на съезде. То есть, такое теоретически возможно. И даже, там, сам Байден может выйти и сказать, то, что я не выдвигаюсь, да, и, там, освободить всех своих делегатов от, опять же, обязанности за него голосовать. То есть, как бы, с точки зрения внутренних правил, да, проведения, там, партийного съезда, праймера, всего остального, это возможно. Здесь нет никаких ограничений. Ну, а даже если что-то невозможно, как бы, в рамках партийного съезда эти правила можно изменить. Да, это, все-таки, там, не закон, да, и не конституция, это просто, там, внутри, внутрипартийный регламент. Вот, тут, как бы, главный вопрос состоит, нанесет ли это больше вреда, либо принесет больше пользы. Вот, потому что, как я уже сказал, все-таки это будет очень нелегитимная история. То есть, если Байден будет совсем плохонький, либо он умрет, ну, я думаю, действительно, варианта другого не будет. В общем, состоянии таком, да, одной ногой уже на том свете, одной ногой на этом свете, то есть, как бы, вот так вот разделяется. Но здесь, конечно, уже это будет сложнее провернуть, но посмотрим, да, там, осталось два месяца, в общем, не так много времени. Вот, а так, в принципе, конечно, ну, были, на самом деле, прецеденты в американской истории, правда, довольно давно. Это, там, начало 20-го века, середина 20-го века, самое позднее. Вот, когда на партийном съезде выбирали кандидатов, которые даже не участвовали в праймерис. Ну, например, Адлай Стивенсон в 1952-м году у демократов как раз так и победил. Не участвовал в праймерис, но он был председателем партийного съезда, и, там, в один момент его номинировали и сделали кандидатом. Но, правда, он проиграл. Но это, опять же, потому что была не очень легитимная история, и, там, не очень популярны тогда были демократы. Я думаю, что на текущий момент, таки, конечно, американская политика изменилась. Вот, и это будет воспринято очень негативно, особенно многими левыми в стане демпартии, ну, от которой так-то Байдена не любят, и многие даже за него не голосовали. А так, если просто какого-то человека со стороны назначен, да, за которого никто не голосовал, они будут буквально это все саботировать. Поэтому это, конечно, приведет к серьезному расколу в стане демпартии. То есть там политехнологи, они, в общем-то, не глупые люди, да, я думаю, что они подсчитывают все риски и того сценария, и этого сценария. Вот, и поэтому пока, в общем-то, так как мы не видим подвижек особо, когда, видимо, все-таки боятся, да, что это приведет к очень плачевным последствиям для партии. Но если другого варианта не будет, ну, действительно, вполне допускают, что может быть какая-то такая экстренная замена. Но это, опять же, вот если, действительно, дедушка уже окажется в каком-то коматосном состоянии на 100%, либо действительно физически умрет там в самом конце июля или в начале августа, то есть под проведение съезда, когда уже невозможно будет даже никак каким-то отдельным штатом переголосовать на премьер. Формула смысла